Если вы хотите изменить Россию, почему вы не стали чиновником или другим государственным деятелем? Простите, но у меня есть совесть, у меня есть человечность, у меня есть мораль, у меня есть еще представление о реальности, поэтому я не могу стать чиновником или государственным деятелем. Я еще человек традиционной сексуальной, как мне видится, ориентации, хотя я в этом сомневаюсь все больше, но, во-первых, я не хочу стать чиновником, потому что я традиционной сексуальной ориентации человека. Во-вторых, я еще более-менее адекватный человек, я не сошел с ума. В-третьих, я все-таки именно хочу добра для страны, и я хочу ее изменить. Это три. И поэтому мне непонятно, почему вы вообще спрашиваете. То есть чиновник – это человек, который, во-первых, имеет абсолютно нетрадиционную ориентацию, совершенно попутавший берега, съехавший из катушек тип. И в-третьих, конечно же, не делающий ничего для страны, а делающий для себя. Если вы вообще знаете, что делают наши чиновники. Так что вступать в эту комарилью или из благих намерений пытаться ее изменить – бесполезное занятие. Так много людей в нашей среде, гордых правителей Отечества в своем разуме, таких честных, искренних, душой болеющих за Россию людей, решают попробовать говно. Ну, конечно, поедание экскрементов – это личное дело каждого. Капрофилию я не осуждаю. Это может быть хобби какое-то. Но желание наесться говна, чтобы спасти страну – это все-таки, мне кажется, радикальное желание. И оно мало помогает спасти страну. С другой стороны, я понимаю чувство вот этих выспренных «ура» государственников, которые считают, что власть изменится, если мы придем туда. Власть же изменится. Ну, Путину мешают. Ну, мы же будем правильными чиновниками. Как говорится, правильный чиновник у меня ассоциируется в сознании со словом «вегетарианец-маньяк». Нет-нет, правильно будет сказать «мясник-вегетарианец». Вот такая же, знаете, такая же абсолютная лабуда, мало связанная со смыслом. Ну, вот настолько же лучше идти в государственную власть, насколько становиться мясником-вегетарианцем. Потому что одно исключает другое. Вы скажите мне, страну хотите помочь изменить? Или вы хотите нажить денег, набить карман и страну проебать? Ну, в зависимости от того, вы, наверное, и хотите на государственную службу. Я понимаю это желание. Только вот что вы скрываете? Это у нас на государственной службе честных патриотов правильных нет. У нас субъективные, злые, жадные, лично угодливые эгоисты, которые желают очень много нахапать и убежать отсюда как можно дальше, говоря о Великой Отечественной войне где-нибудь из лондонских кабинетов. Ну, вот, пожалуйста, не надо мне спрашивать про то, почему я не стал чиновником или государственным деятелем. Все-таки я еще традиционный человек. Я стрейт, как говорят. Я еще все-таки традиционных убеждений человек. Я еще не потерял лицо.